А во всем доброго времени суток, друзья мои, зрители моего канала, с вами Ара Турн, и сегодня мы продолжаем делать обзоры фракции в Medieval Kingdom Total War 1295 ЛТ. Представьтесь поудобнее, ну а мы сейчас, друзья мои, начнём. Ну что же, всем ещё раз привет. Сделали мы уже довольно большое количество обзоров на разные фракции в этой модификации, а также начали делать прохождение на стриме за Священную Римскую Империю, и начали делать просто прохождение роликами на канале за Девтонский Орден. Эти фракции всем мне безумно понравились, и настало время сделать обзор за Герцогство Бургундское. Также ждите в скором будущем обзор на Королевство Венгрии и, конечно же, на Королевство Сицилию. Присаживайтесь поудобнее, но мы сейчас начнём. Бургундия. Лидер Роберт II. Религия христианства. Параллельно Королевству Бургундскому в юго-восточных французских пределах создаётся Герцогство Бургундское. В 1032 году бранд французского короля Генриха Робера становится Герцогском Бургундии. В 1363 году король Иоанн II Добрый передал Бургундию своему младшему сыну Филиппу II Смелому, который и стал родоначальником Новогерцогской династии. С юга оно ограничило с Авоей, а на юго заводились с Оверни. А вернее, с Оверни. Постепенно Герцогской Бургундии присоединили к своим владениям в Ландрию и Нидерланды, и столицей Бургундии был Дижон. Ну что же, всем ещё раз доброго времени суток, ну а мы сейчас начнём. Особенность фракции, верность плюс 2, общетоварядок плюс 5. Ну что же, погнали. Базов сложность средняя, год начала 1295, конечно же, понятное дело, и давайте-ка начнём. Поехали. Ну вот, мы и загрузились на карту компании. Можем перед собой увидеть несколько поселений. Отон, Бизансон и вроде как всё. Заходим на вкладку дипломатия. Нет, всё-таки у нас больше всё-таки поселений. Так же Женева. Вот, в общем, до 3 поселения. Отон, Бизансон и Женева. Везде у нас общественный порядок вроде как более-менее нормален. Минус 11-14 заход. Не так уж, конечно же, и плохо, как, допустим, у каких-то других фракций. Нормально, в общем. Идём в вкладку снова дипломатия. И можем видеть то, что у нас идёт война с Королевством Франции. Также довольно неблагоприятное отношение с Священной Римской Империей. Собственно говоря. Но зато довольно приятное отношение с Свейцарией. Игра, собственно, Тулуза. Поблизи находится Савой и также Лотарингия. Плюс, конечно же, Королевство Ломбардия. Здесь у нас Прованс находится. Ну а там, в общем-то, видно будет, что происходит. Сейчас у нас эта война. Что мы будем сейчас, собственно говоря, делать? Будем готовиться к войне. Посмотрим на инфраструктуру. Посмотрим на типы набора. Через замки или же-таки через, допустим, какие-то либо укрепления ведёт набор. Нет, всё-таки через замки. Хорошо. Идём, значит, в поселение. Город. Такс. Городок. Город. Хорошо. У нас есть малый город. У нас есть длинный чертог. В длинном чертоге мы наборы вести не сможем. Что странно. Ни в чертоге знатий, ни в длинном чертоге, ни в тронном зале. Набор у нас позволяет вести малый город. Как видите, позволяет нанимать на первом уровне кавалерию катапульту. На втором же это копейщики, пикинёры, алибарщики, говорю. Арбалетчики, ничники и ещё три типа кавалерии. И на последнем уровне торгового города мы получаем довольно огромный список набора юнитов. Что довольно неплохо. Я залипал в пользовательской битве за Бургундию. Хочу заметить, что там... Так, спогодьте. В городках, кстати, можно вести наборы через... Как и поместье тоже, да? В поместьях тоже можем вести наборы. Кстати, наборы здесь не отличаются от рыночных доков. Допустим, рыночных доков торговых поселений, извиняюсь. Поэтому, в принципе, особой разницы в наборе я не вижу. Хотя, смотрите. Разница монориального суда и рыночного городка заключается в том, что здесь у нас нет ударной кавалерии в наёме, а в рыночном городке как раз-таки есть. Что довольно странно. И также есть разница в большом рыночном городке, небольшом поместье. Так понимаю, здесь эта разница заключается в кавалерии, которая находится у нас здесь. Хорошо. Надеюсь, курсор видно. Должно видно быть курсор. Хорошо. Продолжаем. Посмотрим на провинции, посмотрим на поселения, потому что мне на самом деле на самом деле очень интересно. Поэтому давайте-ка глянем. Так, с Восточной Квитании, Женева. В Женеве у нас есть монориальный суд и усадьба. В Бизансоне есть у нас монориальный суд и железные жилы на старте. Вот они, жирночный городок и усадьба. Хорошо. Будем сейчас ввести набор тогда уже. Доходы. 2762 голды. На самом деле это довольно мало. Хотелось бы больше. Хотя, если сравнить Тевтонский Орден, то там вообще все очень плохо, как и у Шотландии. В принципе, 2762 голды это еще более-менее по-человечески. Ладно. Нориальный суд. Здесь у нас еще раз рыночный городок. Давайте тогда будем силы свои набирать у Франции. У границ Франции, потому что у нас идет война с ними, понятное дело. Берем нашего короля Роберта II. Кстати, у всех лордов шлема одинаковые, что и у короля. Хорошо. Сыны лот Брока, что интересно. Садим их в Воттон и начинаем вести наборы. Юнитов, как видите, довольно много. Это хорошо. Также есть рыцари довольно большого количества. Неплохо, неплохо. Давайте начнем, наверное, делать наборы мечников. Мечники, кстати, неплохие. Пикинеры здесь ужасные. Копейщики, да, вроде как тоже неплохие. Арбалетчики довольно, ну, шикарно на самом деле. Сравнимы с Тевтонцами, скорее всего. Кавалерия. Неплохо. Третий уровень кава имеется, понимаете? Вот это жесть. Вот этих парней сейчас будем набирать, наверное. Попробую развернуть битву не в замке вначале, а как раз таки в полях где-нибудь. На лугах. Было бы это здорово, на самом деле. Ну что же, начнем весь набор пока что мечников. Так же, так же, так же. Вообще, конечно, железные жилы было бы тоже неплохо отстроить сейчас. Нам везде нужен сейчас будет губернатор. Кандидат Дрога. Наставник. Садись в Бургундию. О, даже пускай садится в Восточную Квитанию. Власть сильная, кстати, 80% в начале игры. И полное господство в Лене нашего короля 51. Мало, но это лучше, чем ничего. Технологии. Мудрость племен. Начинаем изучать. Технологии особо неотличимы от тех технологий, что, допустим, имеются у других фракций. Ровно такие же. Отстой. Ну, я имею в виду то, что содержание нельзя убрать, допустим, на 10%, на 15% хотя бы, или даже хотя бы на 5%. Допустим, через ходов 15, через технологии. У вас получится это сделать только в воинских идеалах. Потому что только здесь есть стоимость держания войск на не минус 10% для всех войск. Это очень плохо. Вы будете идти до этой технологии уйму времени. Ладно, здесь у нас набор идет. Давайте сейчас я быстренько позаключаю договора с разными фракциями поблизости. И там же начнем войну. Кстати, хочу заметить то, что у нас сейчас, как вы можете видеть, очень такие приятные отношения с Англией. Мы с ними в оборонительном союзе, что интересно. Но Франция, так таковая, не воюет. Ой, с Англией. Обидно, конечно. Хотелось бы, чтобы Англия изначально вела войну с Францией. Мы с ними все-таки оборонительные союзники, и мы друг другу должны помогать. Но нет. У них же оборонительный союз с Бургундией и Папской областью. Это все очень странно. Все очень странно. Запрашиваем брачный договор. Потребуем жену сейчас у Англии. Еще к тому же выплат запросим. Еще больше выплат. Она что, не очень, что ли? Нет, жена довольно неплохая. А, шанс вражеского агента на успех плюс 5%. Перестраховщица. Ладно, запрашиваем голду. Давайте еще немножко здесь посижу. Продолжим. Так, ну и вот последний договор сейчас заключаем с Королевства Венгрии и продолжаем. Заключил два торговых соглашения, соглашения, говорю, извиняюсь. Со Швейцарией, с Герцогством и Тенге. И заключил просто огромнейшее количество договоров о ненападении с фракциями, которые находятся близко и далеко. Со всеми, в общем, фракциями заключил договор о нападении, вплоть до Священной Римской империи. С ними тоже договор я заключил, можете увидеть. 15 договоров о Священной Римской империи. Вот он, договор о нападении. И, чем могу сказать? Война с Францией. Я вот тут подумал, я денег все-таки насобирал. У нас есть сейчас 8 тысяч 350 голды, что неплохо. Давайте-ка начнем, наверное, еще армию собирать и в Бизансоне. Так, у нас гандидат отсутствует. Вот же черт. Хорошо. Так, какие здесь эдикты? Военная дисциплина и строительство. Видите, да, мод обновляется уже. Кстати, интерфейс поменялся. Теперь он вот такого у нас цвета. Довольно забавно. Да, я могу заметить, что здесь поменялся интерфейс. Даже тех же самых эдиктов. И они мне, безусловно, нравятся. Довольно интересно выглядят все же. Как вам? Пишите, нравится ли вам такой интерфейс эдиктов? По крайней мере, мне, честно говоря, да. В общем, я сам наблюдаю за разработкой этого мода. Поэтому могу с уверенностью сказать, что в будущем мы увидим что-то очень интересное. Что-то очень существенное. По технологиям же, как было, так и осталось. Возможно, что-нибудь поменяют. Надеюсь на это. Ладно, делаем ход. Давайте-ка так. Собираю сейчас я огромнейшую просто армию. Или не строить. Пускай будут. Давайте сейчас так, значит. Я собираю огромнейшую армию. И выдвигаемся в сторону французов. Сражаемся с ними. И там уже поглядим на концовку. Стоит ли его делать или нет. Погнали! Ну что же, вот и сделался ход. И теперь предлагаю нам выступить. Собрал, значит, я две армии. Одну с одной лотброка. Забил здесь этот стэк. Шестью отрядами мечников. Тремя отрядами арбалетчиков, конечно же. Вот этот вот отряд хочу набрать. И набрал его. Третий все-таки ранг отряда тяжелой ударной конницы. И, блин, содержание здесь, конечно, здоровое у них. Также еще один отряд тяжелой ударной конницы. Но это легкие ребята у нас. По всей видимости, они в кольчуге, в геральтике. И также еще один отряд ударной кавалерии. Посмотрим на всех. И еще один назначится стак защитники Игдра Силя. Что? Два отряда копейщиков, два тедмечников, два отряда катапульт. Перебрасываем эту армию сюда. Фастом, пожалуйста. Полностью перебрасываем ее. И получаем почти полный стак. Предлагаю нам выступить. Но у нас, я так смотрю, есть все же проблема, да? Что, кстати, по гарнизонам хочу заметить. Тоже, видите, вкладка гарнизона изменилась. Теперь она такой флажочек на красном фоне. Довольно приятно выглядит, на самом деле. Вот такие вот небольшие гарнизоны, кстати, у Бургундии. Это, блин, отстойно, когда у другой фракции гарнизон по 20 отрядов. Но все же гарнизон не маленький. Поэтому тащить им можно. Не беспокойтесь. Ну, если что, захотите, можете построить сторожку. У вас вообще проблем никаких не будет. Так что, ребят, сами дерзайте, сами смотрите. Ладно, женики Игдра Силя. Сейчас на ускоренном матче я вас отправлю чисто для того, чтобы проверить, что находится у противника за границами. Или, вернее, на их границах ничего не замечаем. Мы идем дальше агентов. У нас нету в начале игры. То есть это вот так вот довольно-таки печально. Ну что же, этот стак и предлагаю отправить тоже сюда. И здесь тоже вести небольшой набор. И кого бы набрать, как думаете? Давайте возьмем раболейчиков. Они очень хорошую службу мне в предыдущих битвах и компаниях сыграли. Здесь, кстати, вот и Англия. Наши союзники оборонительные тоже собираются сейчас в своей армии здесь. Но они не воюют с Францией, к сожалению. Ладно. Жмем ход и посмотрим, что будет далее. Блин. Ну, мне нравится, как сделали интерфейс. Кстати, вот здесь у губернаторов возможно увидеть вот этот вот эдикт тоже, который принес у нас из самих эдиктов. Эдиктов из интерфейса, то бишь вот они, да? Приятно выглядит. Я сейчас запыхавшийся, только пришел с качалки. В общем-то, как-то так пришел с качалки. И давай, короче, записывать прохождение. Ну, и для обзора. Так и живо. Либо после учебы. Такой вот заебаный, извиняюсь за лексику. Уставший. Ну, а когда делать-то? Нужно все-таки делать. Засуха. Оттон. Четыре хода. Так. В бурже находится стак французов. Так-с. И имеется какой гарнизон? Маленький гарнизон. Ну что же, предлагаю нам сейчас играть в битву. И по ее итогам, по ее результатам, можно будет уже подумать, стоит ли нам прохождать. Прохождать. Продолжать или нет. Ну, зайдем, конечно же, в свою битву тогда уж. Я покажу полностью всех юнитов этой фракции. Так, чтобы было, ну, более-менее понятнее. Потому что юнитов я раньше не показывал. Сейчас я, по крайней мере, покажу. Это будет замечательно. Ладно. Давайте-ка сейчас нападем на бурже. В бой, как говорится. Так, отлично. Ну и посмотрим их армию. Армия довольно неплохая. Довольно много кавалерии. В гарнизоне кавалерии я не вижу. Есть отряд арбалетчиков. Их четыре. Блин, вот с арбалетчиками проблемы будут. Как поселение выглядит? Давайте посмотрим. Вот, собственно говоря, и само поселение на стратегической карте. Хорошо, давайте-ка сразимся. Я думаю, будет вполне эпично. Думаю, что будет интересный бой. В общем, прицепитесь поудобнее. Ну, а мы сейчас начинаем. Вот так же, заметьте, иконки интерфейса. Где, допустим, начать битву. Или окружить, там, отступить. Авторасчет. Тоже поменяли свой вид. И они довольно презентабельно выглядят. Мне нравятся. Довольно вполне себе цивильно. И в тему, по крайней мере, данного мода. Я ставлю респект. Я ставлю респект. В общем, начинаем битву. И поехали. Пишите, как вам фракция. Стоит за нее играть вообще в будущем или нет. По итогу мы все это с вами увидим. Ну, и все-таки я тоже свое слово скажу. Но и вы тоже не забывайте выговариваться и говорить все, что вы думаете о этой фракции. Что плохо, что нет. Если фракция понравилась, напишите, типа, класс, фракция супер. Если же нет, нет. Если же у вас есть мысли, почему вам не понравилась эта фракция, то пишите мысли по этому поводу. А если у вас есть что сказать по поводу того, что фракция шикарна, пишите. Мне будет интересно узнать. В общем, знайте. Все, что не делается на канале, делается лишь для вас, благодаря вам. Пишите. Будьте активны. Ну что же, загрузились мы на карту боя. И теперь можем начать бой. Сам, как говорится, с сухой погоды. Начинаем. Такс. Вот, собственно говоря, наш замок. Ну, вот так вот он выглядит, собственно говоря. Шикарно. Ну да, неплохо. Ладно. Я тоже привык, как бы. Тут эйфория у меня уже, как бы, начинает пропадать. Но все равно мне нравится. Все равно мне нравится. И я продолжать играть буду в любом случае. Посмотрим на тех ребят, которых мы набрали сейчас вместе с вами. Как раз таки на карте кампании. За фракцию Бургундия. Кстати, выглядит они довольно интересно. Имеют, собственно говоря, всю свою геральдику на, допустим, на грудниках, щитах. Все, значит, имеется. Ну так вот наши юниты выглядят. Не могу сказать, что топ, но неплохо. Вполне себе неплохо. Так, наши мечники. Я вот в копейщике. Мне вот интересна наша кавалерия. Офигеть. Уланы в натуре. Нифига себе уланы. Они еще так круто выглядят, блин. Жесть. Нет, серьезно. Мне нравится. Довольно неприхи с собой, кстати. Офигеть. Нифига себе они... Модные, модные типы, да? Хе-хе. И суровые. Четко не то слово. Так, а вот наши уланы третьего ранга, скорее всего, да? Это король? Это наш король, да. Наш король. Это его охрана полководца. Также довольно презентабельно. Неплохо. Щиты вот непрорисованные, блин. У них плохо. Это что хотите сказать? Нет, это наша кавалерия обычно. Довольно неплохими статами, между прочим. Собственно говоря, тоже довольно неплохо. Довольно неплохо. Так, а где... Где моя кава? А, вот она. В смысле, почему я ее не увидел ранее? Офигеть просто, жесть. Вот тут мне эфирия. Тут мне нравится безумно. Бургундия, та фракция, у которых есть возможность снимать уланов с начала игры, со старта. Не у всех фракций, довольно не у всех. Наверное, у малого кого есть возможность снимать латников, уланов, да еще и третьего ранга со старта игры. Это жесть. Бургундия топчик. Безусловно, это так. Оно так и есть. В общем, я шокирован. Эти ребята будут на заставке, скорее всего. Я еще как бы заставку не делал, превьюшку кролику. Но я уже знаю, кто будет на превьюхе. Это топ. Безусловно нравится на самом деле. Ладно, давайте-ка прекратим. Ну, еще рыбалечку посмотрим. И теперь можно начать бой. Подкреплений у нас нету. Все наши армии сейчас на безготовке. Кстати, я хочу заметить, что гарнизон, походу, поправили. Потому что гарнизон теперь меньше в поселениях. И это, безусловно, хорошо. Если раньше это было 20 отрядов, то теперь у нас, как видите, 10 всего. Это хорошо. Теперь будет немного проще в битвах, в осадах, вернее. Но, я так понимаю, что армии теперь у нас будут чуть больше. Я бы еще содержание, честно говоря, бы сбросил армии. Хотя бы на 20%, потому что чересчур дорого содержать армию здесь. Прям очень дорого. Но компьютер каким-то боком собирает. Ты собрать не сможешь, а компьютер собирает и как нифиг делать, между прочим. Ладно. Развернем сейчас битву. Посмотрим на сражение. Думаю, будет вполне себе эпично. Начинаем сражение. Так, нашу армию немножко вперед вытопим. Сейчас противник должен показаться, собственно говоря, на карте. Ага, вот она появилась. Армия французов начинает выступать. Катапульты начинают сразу же отрабатывать по ним. Так, справится вам здесь, конечно же, огненный снаряд. Извиняюсь. Позвонили по телефону, пришлось поговорить немного. Так, сорбалетчики. Быстренько, быстренько, тяжелый выстрел заюзали. Кавалерия перед катапультами, пожалуй. На фланг стола. Хорошо, хорошо. Презамечательно. Так, с катапульты по арбалетчикам пускай пока палят. Так, вражеский полководец появился на карте. Так, копейщики сюда пускай выдвигаются. Еще ответ копейщиков можно. Хотя они все по всей видимости по флангу пойдут. Хорошо. Перетягиваем наших копейщиков. Мишники могут наши пока что заденеть вот здесь, вот перед арбалетчиками. И сейчас также заюзаем им стену щитов, пускай выдвигаются. Так, с катапульты отрабатывают и довольно неплохо на самом деле. Такс, вот все-таки не зря я. Такс, арбалетчики. Арбалетчиков я утягиваю всех сейчас в тыл. Так, копейщики у нас стену щитов. Не зря я проюзаю стену щитов на самом деле. Такс, копейщики. Огибайте противника. Ой, мечники, извиняюсь. Такс, арбалетчики. Вытягивайтесь, продолжайте по льву. Отлично, отлично, отлично. Такс, кавалерия настало ваше время. Посмотрим, на что они способны. Наши элитные уланы. Офигеть, французов просто повышевало. Ну, не всех, конечно, но все же. Наши ударники неплохо все показали в бою. Отправляем наших копейщиков в бой, собственно говоря. Так, здесь мечники наши пускай закрепятся. Катапульта продолжает вести обстрелы. Так, катапульта, давайте-ка... Таким вот образом вас сейчас перебросим. Хорошо. Такс, полкан сюда нафротка вытягивается. Копейщики, ускортись, елки. Вражеский полководец. Сейчас самая такая возможность к нам ударить. Тоже вытянулись. Копейщики, что за дичь вы делаете? Уберите стену пик. У вас стенопик есть? Копейщики, что? Так, здесь... Давите их. Хорош, хорош. Так, мечники, мечники, мечники держат. Обойдем сейчас противника, ударим их. Держать. Держать строй. Такс, кавалерия, кавалерия. Там элебарду противника, я боюсь кавас выбрекать. Траболички сюда. Да ладно, мечники противника просто нафиг разрывают у нас здесь. Опасная ситуация. Да, просто ломают наших мечников. Смотри, на что. По-любую устроили, по-любую устроили. Проблемная ситуация. Такс. Кавалерия, не стойте. Там элебард же эти. Натиск, натиск, натиск. Хорошо. Отлично, полководец вражеский палк, но до победы нам еще только тулны. Натиски нормально не смог увидеть. Ничего, не дезозрел нормам. Арбалетчики расстреливают противника по красоте. Давайте так, вытянем сейчас арбалетчиков. Такс, наш полководец пускай себя вытягивается. Хорошо. Добиваем. Ударников выводим. Ударники пускай перетягиваются к арбалетчику. Пускай, пускай, пускай. Хорошо. Нашего полководца можем, в принципе, тоже туда перебросить. Подкрепление все-таки пришло. Один отряд небольшой. Катапульты. Продолжат вести по льбу по арбалетчикам. Хотя стоять. Катапульты предлагают включить полностью. Отлично, отлично. Здесь мы, ребят, повырубали, да? Хорошо. Арбалетчики продолжайте по льбу. Стойте, стойте, обходим. Уходим сюда. А критмичник всегда пускай оттягивается. Отлично, отлично, отлично. Так, арбалетчики. Сюда перетягиваются. Там наша кавалерия уже ворвалась, кстати. Так, я полководца достанусь. Блин, опасная ситуация. Там еще арбалетчики эти. Полководцы, на самом деле, я бы своего сейчас утащил обратно. Слишком сильно рискуем. Все-таки это наш король. Уже начинаем мести потери. Так, с баллистом. Угу, все-таки хорошо. Пускай пальба продолжается. Сыровая катка. Арбалетчики. Дайте залп. Ой, хорошо, ну как. Просто арбалетчики здесь монстры, серьезно. Фраги только так делают. Так, с полком. Подойди, а талибард, ты сразу сольешься, если ударишься огнем. Проходи. Пускай здесь пока что немного наши арбалетчики поколошматят противника. Это хорошо. Несловно. Так, наши рыцари... Их арбалетчики держат, серьезно. Рыцари третьего ранга держат арбалетчики. Вот, стой. Уводить их сейчас не буду. Так, пальба пошла. Дайте залп. Жесть, вот они расстреливают. Вот, серьезно, если у вас есть арбалетчики, то считайте, вы можете катки тащить только так. Если будете, конечно, правильными отыгрывать. Жесть. Смотрите, тупо расстреляли. Тупо расстреляли. Мещники пошли в бой. Арбалетчики отходим. Так, здесь противника мы забрали. Что же, в бой? Небольшой чарджик замутим. Хорош. Хорош. Вот полководца своего вообще неудачно поставил здесь, на самом деле. Там башни стоят эти. Все, мы кавалерию там, кстати, вырезали уже. Добивать здесь отряда. Перетягивайтесь. Катапульты. Польбу по арбалетчикам устроили. Там копеечки у противника стоят. В бой, ребята, в бой. Не надо стоять спиной. Ладно, всякое бывает в жизни. Так, арбалетчики обратили свой взор на вражеских арбалетчиков. Здесь вытянулись. Сейчас мы здесь поломаем противника. Чардж небольшой устроим. Блин, мой полководец бедный. Только так. Жалко его мне. Главное, чтобы его не расстреляли раньше времени. Сейчас он мне необходим. Хорош. Залпы идут. Вообще отлично. Катапульты отрабатывают. Все-таки огненный снаряд решает с тяжелыми выстрелами. Отлично, отлично, отлично. Мы берем верх. Хорошо. Вот, в общем-то говоря, мы отыграли битву за Бургундию. Мне безумно понравилась на фракции. Пишите, как вам. Понравилась она или нет? Извиняюсь, что такое подуставший сегодня записываю эту часть. Из-за этого я оговариваюсь немного. В принципе, я делал свое, сделал. Остается лишь вам поставить. Пишите лайк и подписаться на канал. Также пишите в комментариях. Будьте активными. И помните, ведь все, что делалось на моем канале. Делайте вас благодаря вам. Удачи вам. Увидимся. Пока-пока.